Стандартный бультерьер – собака среднего размера, выведенная в Великобритании в середине XIX века, многолетней селекционной работой путем скрещивания английского терьера и английского бульдога. Бультерьер – порода среднего размера, которая относится к группе терьеров по FCI. Это коренастые, атлетичные, крепко сложенные собаки. Уникальной особенностью данной породы является яйцевидная форма головы с опущенной вниз мордой, а вся поверхность без впадин и углублений. В стандарте не прописаны четкие параметры роста и веса, которым должны обладать представители породы. Но собака должна выглядеть максимально мощной для своих размеров при соответствии типу и полу. Поэтому приведем средние значения. Средний рост в полке среди кобелей и сук от 53 см, вес от 24 кг, продолжительность жизни от 9 до 14 лет. Изначально окрас бультерьеры имел чистый белый оттенок, а в начале XX века в рамках породы стали разводить цветных бультерьеров. Стандарт окраса для белых представителей – чисто белый цвет. Пигментация кожи и пятна на голове допустимы. Для цветных цвет должен быть преобладающим. При прочих равных условиях тигровый предпочтительнее. Шерсть короткая, прямая, жесткая на ощупь с явным блеском. Зимой может быть подшерсток мягкой текстуры. Бультерьеры любвеобильны, бесстрашны, полны силы и обладают веселым характером. Питомцы уравновешенные, но довольно упрямые и решительные. Также эти собаки очень импатичны и преданные, но вместе с тем всегда стремятся к лидерству в семье. Поэтому хозяином такой собаки должен стать человек, лидерские качества и упрямство которого смогут превзойти бультерьера. Вместе с тем эти собаки способны освоить учебные материалы и хорошо подаются воспитанию, если подход выбран правильно. Вопреки ложным стереотипам, агрессия к человеку в породу не вложена. Нехарактерное поведение бультерьера в подавляющем большинстве случаев – результат неправильного содержания, некорректного воспитания и намеренного развития в собаке агрессивных черт. Ко всем членам семьи бультерьер относится хорошо, однако авторитетом для него в семье может стать только один человек. Невероятная активность и азартность помогают стать булю хорошим компаньоном для таких же активных детей-подростков. С другими животными в доме бультерьеры смогут дружить, если росли вместе с детства. При этом всегда стоит помнить о раннем воспитании собак, чтобы не допустить ситуации ревности или конфликтов из-за еды и игрушек. Воспитание и дрессировка бультерьеры будет идти легко в руках опытного и справедливого владельца. Чтобы работать с упрямством, необходимо начинать воспитание с первого дня щенка в доме. По мере взросления не давать поблажек или поводов усомниться в лидерстве хозяина. Воспитание должно быть настойчивым, но не грубым. Внимание этих собак несколько рассеяно, поэтому во время дрессировки стоит постоянно поддерживать интерес питомца и быть терпеливым. Также стоит понимать, что бультерьеры не служебные собаки, а компаньоны с охотничьими чертами. Исполнительности овчарок они не достигнут. Учитывая то, насколько эти питомцы активны, долгие прогулки с обилием игр, физических нагрузок им необходимы ежедневно. А вот из-за недостатка активности у собаки очень быстро развивается деструктивное и разрушительное поведение. Однако это относится не только к бультерьерам, но и к большинству пород собак. Также один из важнейших этапов жизни каждой собаки – это социализация. Социализация бультерьера должна быть своевременной и грамотной. Выбирать бультерьера в качестве сторожевой собаки не стоит. Они не кинутся на злоумышленника при первой возможности. В уходе були не сложны. Короткую шерсть нужно вычесывать каждую неделю, в период линьки – ежедневно. Купать домашнего питомца следует по мере загрязнения. После каждой прогулки вытирать влажной тряпкой. Внимательно следите за гигиеной глаз, ушей и зубов. Стоит знать, что бультерьеры плохо приспосабливаются к разным климатическим условиям. Им в равной степени вредно как нахождение на жаре, так и на морозе. В холодное время года собаку нужно обязательно утеплять комбинезоном. При выборе щенка первое, на что стоит обратить внимание – это на родителей, их достижения, титулы, характер и психику. Добросовестными заводчиками они должны быть протестированы на наследственные заболевания. Различные заболевания сердца, вывих хрусталика, наследственная глухота, акродерматит и дисплазию суставов. Обязательно уделите внимание месту содержания щенков и их родителей. Следует обращать внимание на поведение малышей и отдавать предпочтение любознательным, нетрусливым и неагрессивным крохам. Внешний вид, кондиции щенка и его психика не должны вас смущать. На нашем сайте вы можете познакомиться с породой бультерьер и приобрести племенных щенков различных пород только от титулованных родителей и проверенных питомников. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Напишите в комментариях, о каких породах вам было бы интересно узнать. И если ролик вам понравился, не забудьте поддержать нас лайком и подпиской. Увидимся в следующих видео.